И как вступление я хотела бы рассказать о таких, одних из самых красивейших существ на планете, на мой взгляд, бабочках. Ну, давайте, вот. Вот это Сатурния комета. Бабочка длина хвостов, который может достигать 30 сантиметров. А вот это уже павлиноглазка Атлас. Как раз-таки три у меня в доме таких побывали и живи такие. Самка и два самца в равное время. Последний самец вылупился из куколки. Подождите, назад, назад. Ну вот, а это бражник Мертвая голова. Как видите, прозвали его так непросто. На его спине виден узор, похожий на череп. И сам он очень интересная бабочка. Бражник, который пахнет, как пчелы, может пробраться и наесться меда ни за что, ни про что. Поэтому вот такие вот нужны против этого хулигана средства. Ну, на этом все. Из самых интересных бабочек. Увидимся еще. Добрый вечер. Спасибо, что поддержали наше экспериментальное сообщество. Мы специально попросили Даниила прочесть короткую лекцию «Введение в мир прекрасного», к которому мы все опосредованно имеем отношение. Мы все живем в прекрасном мире. И сами мы все, по сути, прекрасны. И вот Сигитос нам покажет, насколько мы можем быть прекрасными по своей сути. А я просто проиллюстрирую то, что происходит в сознании творческого человека. И мы вместе все это попробуем прочувствовать. Мне кажется, это интересно. Я впервые участвую в таком эксперименте. Мне это и волнительно, и интересно. Вся надежда на вашу поддержку, на вашу деликатную творческую поддержку. Когда они окружили дом, И в каждой руке был ствол, Он вышел в окно с красной розой в руке, И по воздуху плавно пошел. И хотя его руки были в крови, Они светились, как два крыла, И порох в стволах превратился в песок. Увидев такие дела, Воздух выдержит только тех, Только тех, кто верит в себя. Ветер дует туда, куда Прикажет тот, кто верит в себя. Воздух выдержит только тех, Только тех, кто верит в себя. Ветер дует туда, куда Прикажет тот, кто верит в себя. Они стояли и ждали, когда Он упадет с небес, Но красная роза в его руке Была похожа на крест, Ты что-то включила, Ты что-то включила, само собой. В кармане полковничьих брюк, И чей-то голос так громко сказал, Что услышали все вокруг. Воздух выдержит только тех, Только тех, кто верит в себя. Ветер дует туда, куда Прикажет тот, кто верит в себя. Воздух выдержит только тех, Только тех, кто верит в себя. Ветер дует туда, куда Прикажет тот, кто верит в себя. А полковник думал мысль И разглядывал пыль на ремне, Если воры ходят по небесам. Что мы делаем здесь на земле? Ведь дети смотрят на нас высока, И собаки плюют нам вслед. Но если никто мне не задал вопрос, Откуда я знаю ответ? Что воздух выдержит только тех, Только тех, кто верит в себя. Ветер дует туда, куда Прикажет тот, кто верит в себя. Воздух выдержит только тех, Только тех, кто верит в себя. Ветер дует туда, куда Прикажет тот, кто верит в себя Одинокая птица, ты летишь высоко В антрацитовом небе без лунных ночей Повергая в смятенье бродяг и собак Красотой и размахом крылатых плечей У тебя нет птенцов, у тебя нет гнезда Тебя манит незримая миру звезда А в глазах у тебя неземная печаль Ты сильная птица, но мне тебя жаль Одинокая птица, ты летаешь высоко И лишь безумец был способен так влюбиться За тобою вслед подняться За тобою вслед подняться Чтобы вместе нам с тобой Разбиться с тобою вместе С тобою вместе С тобою вместе С тобою вместе Черный ангел печали Давай отдохнем Посидим на ветвях Помолчим в тишине Что на небе такого Что стоит того Чтобы рухнуть на камне Тебе и мне С тобою вместе С тобою вместе С тобою вместе, с тобою вместе. Одинокая птица, ты летаешь высоко. И лишь безумец был способен так влюбиться. За тобою вслед подняться, За тобою вслед подняться, Чтобы вместе нам с тобой разбиться. С тобою вместе, с тобою вместе, С тобою вместе, с тобою вместе. С тобою вместе, с тобою вместе. Спасибо. Мы специальную партитуру не писали с Сигитасом, Но мы настолько настроились на этот гармоничный тандем, Что я даже с закрытыми глазами чувствую, Когда, в какой момент нужно ловить акценты. Мне снилось, что Христос воскрес и жив, как я и ты. Идет, несет незримый вес, а на руках бинты. Идет по вымершим дворам пустынных городов, И слово жаждет, мол, ведь нам, но не находит слов. А мне снилось, что Христос воскрес, А мне снилось, что Он жив. А мне снилось, что Христос воскрес, А мне снилось, что Он жив. Мне снилось, Он мне позвонил, Когда искал приют, И ненароком обранил, Что здесь Его убьют. Мне снилось, Он пил вино в подъезде со шпаной, И пили до смерти Его цепочкою стальной. А мне снилось, что Христос воскрес, А мне снилось, что Он жив. А мне снилось, что Христос воскрес, А мне снилось, что Он жив. Звучал Его последний смех, Переходящий в стон. А мне снилось, я один из тех, С кем пил в подъезде Он. Проснулся я, и закурил, и встал перед окном, И был весь опустевший мир, Один сиротский дом. А мне снилось, что Христос воскрес, А мне снилось, что Он жив. А мне снилось, что Христос воскрес, А мне снилось, что Он жив. А мне снилось, что Христос воскрес, А мне снилось, что Он жив. А мне снилось, что Он жив. Спасибо. Очень интересно открывать глаза, Поворачиваться к холсту Сигитоса И видеть, что там происходят Какие-то невероятные изменения. Мы, как мне кажется, попали Совершенно чудесным образом Именно в это место, именно в этот зал, Именно в город Вильнюс, Потому что, как вам известно, Это школа искусств имени Чурлёниса, И в данном случае мы как бы Символически представляем союз Творческих людей, Которые без вашего внимания, конечно, Просто невозможны, Но в данном случае в узком аспекте Мы представляем собой Сочетание музыки, живописи, поэзии, Может быть, еще чего-то, Что не подвластно вообще Нашему сознательному вниманию, Но на подсознательном уровне мы Чувствуем и ощущаем такие вещи, Которых, может быть, иногда даже не видим. Она читала мир, как роман, А он оказался повестью Соседи по подъезду Парни с прыщовой совестью Прогулка в парке без дога Может стать тебе слишком дорого Мать учит наизусть Телефон морга Когда ее нет Дома слишком долго Отец, приходя, не находит дверей И плюет в приготовленный ужин Она старше, чем мать Он должен стать ее мужем Первый опыт борьбы против потных рук Приходит всегда слишком рано Любовь — это только лицо на стене Любовь — это взгляд с экрана Ален Делон Говорит по-французски Ален Делон Говорит по-французски Ален Делон Ален Делон Пьет двойной бурбон Ален Делон Говорит по-французски Парни могут стараться в квартирах подруг Она тоже бывает там Но это ей не дает ничего Кроме будничных утренних драм А дома совсем другое кино Она смотрит в его глаза И фантазии входят в лоно ее Сильнее, чем все те, кто узнают ее Ален Делон говорит по-французски Ален Делон говорит по-французски Ален Делон, Ален Делон И пьет одеколон Ален Делон, Ален Делон Пьет двойной бурбон Ален Делон говорит по-французски Ален Делон Я передаю слова благодарности от нас вместе с Сигитасом Потому что он более занят У него заняты руки У него все занято А я периодически могу обращаться к вам Со словами благодарности Спасибо Посмотри, как блестят Бриллиантовые дороги Послушай, как хрустят Бриллиантовые дороги Смотри, какие следы Оставляют на них боги Чтоб идти вслед за ними Нужны золотые ноги Чтоб вцепиться в стекло Нужны алмазные когти Горят над нами, горят Помрачая рассудок Бриллиантовые дороги В темное время суток Посмотри, как узки Бриллиантовые дороги Нас зажали в тиски Бриллиантовые дороги Бриллиантовые дороги Чтобы видеть их свет Мы пили горькие травы Если в пропасть не пасть Все равно умирать от травы На алмазных мостах Через черные канавы Парят над нами, парят Помрачая рассудок Бриллиантовые дороги В темное время суток Парят над нами, парят Помрачая рассудок Бриллиантовые дороги В темное время суток Спасибо 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 Мы когда сегодня готовились К этому вечеру Сигитес открыл краски Я уловил запах этих красок И я сразу вспомнил детство Потому что я учился В художественной школе имени Сурикова И для меня Все эти запахи, воспоминания Они, конечно, имеют Совершенно восторженный характер И когда я почувствовал все эти запахи Я просто вот ожил И в каком-то смысле даже Поборол в себе влияние ноября Вечернего ноября Поэтому будет прекрасно Если мы к концу этого Замечательного вечера С вами немножко абстрагируемся И полностью перенесемся В мир вот этого Этих прекрасных красок Теплых, ярких Золотистых Волшебных Субтитры создавал DimaTorzok Я боюсь младенцев Люди, которые храпят за стеной Люди, которые лежат под землею Я отдал бы немало за пару крыльев Отдал бы немало за третий глаз За руку, на которой четырнадцать пальцев Мне нужен для дыхания другой газ У них соленые слезы и резкий смех Им никогда и ничего не хватает на всех Они любят свои лица в свежих газетах Но на следующий день газеты тонут в клозетах Люди, которые рожают детей Люди, которые страдают от боли Люди, которые стреляют в людей Но при этом не могут есть пищу без соли Они отдали б немало за пару крыльев Отдали б немало за третий глаз За руку, на которой четырнадцать пальцев Им нужен для дыхания другой газ Они отдали б немало за пару крыльев Отдали б немало за третий глаз За руку, на которой четырнадцать пальцев Им нужен для дыхания другой газ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ты пьешь с варами Если ты пьешь с варами Опасайся за свой кошелек Если ты ходишь по грязной дороге Ты не сможешь не выпачкать ног Если ты выдернешь волосы Ты их не вставишь назад Если ты выдернешь волосы Ты их не вставишь назад И твоя голова всегда в ответе за то Куда сядет твой зад Правда всегда одна Это сказал фараон Он был очень умен И за это его называли Тутанхамон Я знал одну женщину Она всегда выходила в окно В доме было десять тысяч дверей Но она выходила в окно Она разбивалась на смерть Но их было все равно Если бы ты знал эту женщину Ты бы не стал пить с варами Ты бы не стал ходить по грязи И разбрасываться волосами Правда всегда одна Это сказал фараон Он был очень умен И за это его называли Тутанхамон 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 Эй, Сигитас! Именно тут Анхамон. Поэтому я немножко развеселился. Как у тебя дела? Все нормально? Прекрасно. Красный цвет, по-моему, очень нам всем идет. Я шел к себе домой. Я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег падал. А я шел домой, по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной. Следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я стою на краю снегопада. С неба падает снег. Значит, небу так надо. В это трудно поверить. Я вернулся домой. Ты открыла мне двери. Снег вошел вслед за мной. И вдруг снег растаял, увидел тебя. На пороге остались, только капли дождя. Нас уносит река плавных весел волнами. Словно кто-то открыл, все небесные краны. Мы стоим на краю, на краю водопада. С неба льется вода. Значит, небу так надо. Я шел к себе домой. Я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой. Ногами снег утюжил, а мокрый снег падал. Спасибо большое. Я сегодня вспоминал первый приезд в город Вильнюс, который произошел 30 лет тому назад. Невероятно. И рассказывал о своих восторгах. Которое вызвал город. И которое вызвало музыкальное мероприятие, на которое мы приезжали, под названием Литуаника. И не могу просто в связи с этими воспоминаниями не вспомнить некоторых песен, которые, в общем-то, являются периодом нашей студенческой бесшабашной молодости. Я нес в ладонях чудесную воду. Она была чиста и прохладная. Я так торопился успеть к восходу, но я не донес. Я все выпил до дна. Поверь вреда. Поверь вреда. Поверь вреда. Поверь вреда. Я не принес. Ведь все, что нес, я не донес. Значит, я ничего не принес. Ты нес в народ святенье и правду, и вера твоя уже теплилась в нас. Но ты шел, как стоял сквозь высокие травы, и ты не донес. Ты всю правду растряс. Хотя вреда. Хотя вреда. Хотя вреда. Ты не принес. Ведь все, что нес, ты не донес. Значит, ты ничего не принес. Нести ничего не стоит так сложно, тем более, если нести далеко. И смысл в том, что нести что-то можно до тех пор, пока не сбежит молоко. Поверь, никто никогда ни за что не принес. Сюда никакого вреда. Ведь все, кто нес, никто не донес. Значит, никто ничего не принес. Все, кто нес, никто не донес. Значит, никто ничего не принес. Ну и вообще, рассказывая о городе Вильнюсе, всегда хочется сказать, что это очень творческий город. Здесь такая добрая созидательная атмосфера. Здесь очень много ремесленников. А ремесло – это то умение, которое у человека уже не отнять. Это та ценность, которая, в общем-то, не приходящая, не уходящая. Вот мы, когда видим перед собой мастера, наше сердце трепещет, и мы готовы, в общем-то, отдать ему всю свою любовь, лишь бы он продолжал творить, лишь бы он не заканчивал писать свои картины, не заканчивал писать свои стихи, не заканчивал, в конце концов, строить красивую архитектуру. Ура! Ура вот этим всем людям, которые, невзирая ни на что, делают это иногда совершенно бескорыстно, и только потому, что они не могут этого не делать, они не могут остановиться, вот и все. Поэтому они рисуют везде. В школах искусств, в мастерских, на улицах. Я надеюсь, что наступят благоприятные времена, когда художники будут рисовать в парламенте, в думе, в конце концов, в кабинете президента, чтобы процесс, который происходит во главе государства, тоже имел такую творческую подоплеку, чтобы он развивался гармонично, чтобы вокруг нас все расцветало, чтобы все было замечательно, чтобы у нас у всех было хорошее настроение. Светлые мальчики с перьями на головах, Снова спустились к нам, Снова вернулись к нам с неба, Их изумленные утром слепые глаза Просят прощенья, как просят на улицах хлеба. Медленно, словно пугливые странные звери, Ещё не успев отойти от усталости сна, Ищут на ощупь горшки и открытые двери, Путаясь в спальных рубашках, как в ласках отца. Тихие игры под боком у спящих людей, Каждое утро, пока в доме спят даже мыши, Мальчики знают, что нужно всё делать скорей, И мальчики делают всё по возможности тише. Слушают шёпот и скрип в тишине дальних комнат, Им страшно и хочется плакать, но плакать на взрыв. Им так до обидного хочется выйти из дома, Что их пробирает неведомый маленький стыд. Пока спят большие в своих неспокойных постелях, Пока не застали детей в белоснежном белье, Их милые дети беспечно находят затеи, И музыка их не разбудит в лежащих во сне. Тихие игры под боком у спящих людей, Каждое утро, пока в доме спят даже мыши, Мальчики знают, что нужно всё делать скорей, И мальчики делают всё по возможности тише. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, я в следующий раз, Если будет такая возможность, Я не сдержусь, выскочу к Сигитасу, Схвачу какую-нибудь кисточку и тоже буду рисовать. Где-нибудь рядом на полу. Синоптики белых стыдливых ночей, Сумевшие выжить на лютом морозе, Вы сделали нас чуть теплей, чуть светлей, Мы стали подвижней в оттаивших позах Любимцы детей и задумчивых вдов, Включившие джаз в коммунальных квартирах. Я слушаю каждый ваш новый прогноз, Пытаясь понять, в чём же тайная сила, Какая надежда в вас, Какая любовь! Без песен, без праздников, Без жестов, без слов. Хранители тайны заморских богов, Внушившие страх недоверчивым мамам, Уводят девчонок под белый покров И учат их там танцевать под тан-тамы. Ценители кухни естественных блюд, Гурманы травы и растительной пищи, Вы дарите щедро кипящую ртуть, И всюду вас любят, и всюду вас ищут. Сыряя надежду в вас, Вдыхая любовь, Без песен, без праздников, Без жестов, без слов. Тай-ла-рум-де-руб-тьэрум-де-руб-тьэй! Тай-ла-рум-де-руб-тьэй! Умельцы вязанья супружеских уз Не знавшие с детства ни женщин, ни ласки Вы знаете средства от долгих разлук Любая родня смотрит след вам с опаской Держатели акций безумных идей Вы слышите музыку медного буты Вам ясен язык молчаливых детей Здесь каждую ночь совершается чудо Теряя надежду вас, вдыхая любовь Без песен, без праздников Без жестов, без слов Теряя надежду вас, вдыхая любовь Спасибо. Спасибо. Сигитас, тебе не нужен растворитель? Ну, еще одна песня, которая просто, от которой веет атмосферой студенческого общежития. Мы, кстати, когда приехали в Вильнюс на Литуанику, мы жили в общежитии. Ну, в общем, можете себе представить, что это такое было, когда много-много музыкантов. Это уже само по себе ужасно. Но когда их много из разных мест собираются в студенческом общежитии, то это был отдельный фестиваль вообще, который происходил за пределами официального мероприятия. Я могу взять тебя, быть с тобой, танцевать с тобой, пригласить тебя домой. Субтитры сделал DimaTorzok Это так просто до утра вместе. Но я уже не хочу быть поэтом, но я уже не хочу. Это так просто. Я хочу быть всего лишь. Я могу спеть тебе о тебе, про тебя, воспевать тебя, Сострадать тебе и себе, у меня есть дома. Эрудиция, эстампы, мягкие подушки и свет интимной лампы, Маски, позы, два листа прозы. Так просто сочинять песни, но я уже не хочу быть поэтом, Но я уже не хочу. Это так просто. Я хочу быть всего лишь. Субтитры сделал DimaTorzok Если ты хочешь любить меня, полюби и мою тень, Открой для нее свою дверь, впусти ее в дом. Тонкая, длинная, черная тварь прилипла к моим ногам, Она ненавидит свет, но без света ее нет. Если ты хочешь, сделай белой мою тень. Если ты можешь, сделай белой мою тень. Кто же, кто еще, кроме тебя? Кто же, кто еще, если не ты? Если ты хочешь любить меня, приготовь для нее кровь, Слова ее все ложь, но это мои слова. От долгих ночных бесед под утро болит голова. Слезы падают в чай, но чай мне горек без слез. Если ты хочешь, сделай белой мою тень. Если ты хочешь, сделай белой мою тень. Кто же, кто еще, кроме тебя? Кто же, кто еще, кроме тебя? Кто же, кто еще, если не ты? Кто же, кто еще, кроме тебя? Кто же, кто еще, если не ты? Кто же? Кто же, кто еще, если не ты? Руки Полины, как забытая песня под упорной иглой Звуки ленивы и кружат, как пылинки над ее головой Сонные глаза ждут того, кто войдет и зажгет в них свет Утро Полины продолжается сто миллиардов лет И все эти годы я слышу, как колышется грудь И от ее дыханья в окнах запотелось тепло И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно тепло Я знаю тех, кто дождется и тех, кто не дождавшись умрет Но и с теми, и с другими одинаково скучно идти Я люблю тебя за то, что твое ожидание ждет Того, что никогда не сможет произойти Пальцы Полины словно свечи в канделябрах ночи Слезы Полины превратились в бесконечный рутин В комнате Полины на пороге нерешительно мнется рассвет Утро Полины продолжается сто миллиардов лет И все эти годы я слышу, как колышется грудь И от ее дыханья в окнах запотелось тепло И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно светло В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно светло Думаю, что сейчас Сегитос начнет добавлять золото в картину Это мое интуитивное ощущение Потому что я сейчас исполню песню Которая мне очень дорога и близка По внутреннему духу Сегитос начнет добавлять золото в картину Я смотрю в темноту Я вижу огни Это где-то в степи Полыхает пожар Я вижу огни Вижу пламя костров Это значит, что здесь Скрывается зверь Я гнался за ним Столько лет, столько зим Я нашел его здесь Я нашел его здесь В этой степи Слышу лои под собой Вижу слезы в глазах Это значит, что зверь Почувствовал страх Почувствовал страх Он, я знаю, не спит Слишком сильная боль Все горит, все кипит Полыхает огонь Я даже знаю, как болит У зверя в груди Он ревет, он хрипит Мне знаком этот крик Я кружу в темноте Там, где слышится смех Это значит, что теперь Зверю конец Я не буду ждать утра Чтоб не видеть, как он Пробудившись ото сна Встанет другим Я не буду ждать утра Чтоб не тратить больше сил Смотри на звезду Она теперь твоя И скрытают ночи Звезды светят в пути Я лечу, и мне грустно В этой степи Он еще крепко спит Слишком сладкая боль Не горит, не горит Не горит, не горит Утихает огонь Когда утро взойдет Он с последней звездой Поднимется в путь Полетит след за мной Когда утро взойдет Он с последней звездой Поднимется в путь Полетит след за мной Спасибо Спасибо Совсем забыл От волнения Передать вам большой привет Из города Санкт-Петербурга Там тоже художники бегают Разрозненными кучками Их тоже пора собирать Всех вместе Так что прекрасно Что у вас есть даже такой район Который называется Республика Свободная республика художников Это замечательно Я думаю, что Наступят времена Когда художникам дадут Какой-нибудь остров необитаемый И они там организуют республику Самую настоящую Независимую Так Чтобы Чтобы вернуться На грешную землю Надо надеть очки Почитать записки И ответить на них Ну, я частично ответил Вот на подобный вопрос Что меня связывает с Вильнюсом Есть ли у нас здесь Близкие друзья Я думаю, что каждый раз Когда мы приезжаем в Вильнюс И каждый раз Когда мы Очень стараемся Делаем все откровенно Искренне С теплотой душевной У нас С каждым разом Становится все больше И больше этих друзей Я очень надеюсь на это Вот, кстати, вопрос Напечатанный Ненаписанный Напечатанный Это говорит о том Что мы живем в такие времена Когда высокие технологии Позволяют быстро Печатать вопросы Чтобы понятно было Чтобы почерк был понятен Чтобы привычный шрифт был Вячеслав В прошлом летом В Латвии Вы с Юпитером и Земфирой Сыграли крутой Совместный сет Из песен Виктора Цоя Это было Единственное совместное Это было единственное Совместное выступление С Земфирой Или были еще Понравилось ли вам Работать с ней К сожалению Земфира не умеет Рисовать так, как Сигитос Поэтому у нас Получилось Немножко другое Представление И Я думаю Что это было Обусловлено Наше совместное выступление Потому что Земфира Очень любит песни Группы кино И это давно нарастало И это давно Назревало И в результате В общем В РИК Нас специально пригласили Именно В тандеме Нам пришлось Летом Убить часть отдыха На то, чтобы Прийти к консенсусу Сделать Общие Трактовки песен И В общем Если Это получилось Достойно То В общем Это Это хороший ответ На вопрос Стоит ли вообще Людям Объединяться На сцене Я считаю Что стоит Неважно В каком Качестве Они Объединяются И я надеюсь Что сегодня Мы это подтвердим Мы живем В таком Как это сказать Тревожном мире Мягко говоря Что Хочется Иногда Действительно Объединить Усилия И Показать Дьяволу Что Что Человек Способен Все-таки Созидать Не разрушаться Не разделяться Мне кажется Такие Подобные Объединения Они Очень укрепляют Наше Человеческое Сознание И наше Человеческое Достоинство Пока Мы будем Делать Эти Попытки Пока Мы будем Стараться Это делать Мы будем Ближе Ближе Так сказать К небесным силам Которые Нас питают И Я совершенно Убежден Что Это Приносит Больше пользы Чем Различные Саммиты Брекситы И Прочие встречи На На верхнем Уровне На Относительно Условно Верхнем Уровне Есть Честно скажу Есть вопросы На которые У меня нет Ответа Поэтому Я Вместо Вместо Ответа Логического Я Привожу Какой-нибудь Абстрактный Ответ Например И Исполняю Какую-нибудь Песню Когда Не знаю Что Ответить Возможно Я В процессе Песни Найду Подходящий Ответ Но Сразу Могу Сказать Что Я Вообще Не Рискую Трактовать Песни Которые Я Исполняю Потому Что Для Меня Каждая Песня Вообще Исполняющаяся Исполняемая Каждый Раз По-новому И Я Ее Чувствую По-разному В разных Городах Это Звучит По-разному И С Разным Настроением Поэтому Можете Считать Что Любое Исполнение Это Определенная Трактовка Я До такой Степени Иногда Привыкаю К Каким-то Каким-то Песням Каким-то Словам Фразам Текстам Что Даже Удивляюсь Что Какой-то Другой Смысл Появляется Как Вот Например Как В той Песне Которую Я Сейчас Вам Исполню Привыкаю И тебе Ответил Спокойно Андрей Никакого Секрета Здесь Нет Видишь Там На горе Возвышается Крест Под ним Десяток Солдат Повеси-ка На нем А Когда Надоест Возвращайся Назад Гулять По воде Гулять По воде Гулять По воде Со Мной Но Учитель На касках Блистают Рога Черный Ворон Кружит Над Крестом Объясни Мне Сейчас Пожалею Дурака Распятие Оставь На потом Онимел Спаситель И топнул В сердцах По водной Глади Ногой Ты Верно Дурак И Андрей В слезах Побрел Спискарями Домой Видишь Там На горе Возвышается Крест Под ним Десяток Солдат Повиси-ка На нем А когда Надоест Возвращайся Назад Гулять По воде Гулять По воде Гулять По воде Со Мной Видишь Там На горе Возвышается Крест Под ним Десяток Солдат Повиси-ка На нем А когда Надоест Возвращайся Назад Гулять По воде Гулять По воде Гулять По воде Со Мной Возвращайся 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 Эту песню Каждому Городу Где Есть Река Меня Просветили Что Река По-литовски Это Вилле Есть Даже Имя Такое Женское И Я Считаю Как Нельзя Лучше Подходит Посвящение Вашему Городу Этой Песни Мы будем жить с тобой В маленькой хижине На берегу Очень Тихой Реки Никто И Никогда Поверь Не Будет Обиженным На то Что Когда-то Покинул Пески На берегу Очень Тихой Реки На берегу Этой Дикой Реки В дебре В чужих У Священной Воды В теплых Лесах Безымянной Реки Движения Твои Очень Скоро Станут Плавными Походка И Жесты Осторожны И Легки Никто И Никогда Не Вспомнит Самого Главного У Безмятежной И Медленной Реки На берегу На берегу Тихой Реки На берегу Этой Дикой Реки В дебрях Чужих У Священной Воды В теплых Лесах Безымянной Реки И Если Когда-нибудь Случится Беда Найди Верный Камень Там Где Скалы У Реки Прочти То Что Высекла Холодная Вода Но Ты Эту Тайну Навсегда Сбереги На берегу Очень Тихой Реки На берегу Этой Дикой Реки В дебрях Чужих У Священной Воды В теплых Лесах Безымянной Реки Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Поскольку образы на картине проявляются, мы вписываемся в эту атмосферу, и мне кажется, что песни, которые ближе к концу происходят, они как нельзя лучше подходят как музыкальная иллюстрация к тому, что происходит у нас на глазах на этом холсте. Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило ладой, что в живых остались только мы с тобой. И что над нами, километры воды, и что над нами, бьют хвостами киты и кислорода, не хватит на двоих, мы лежим в темноте. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание, я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыханье, дыханье. Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить, но ты спишь и не слышишь. Что над нами, километры воды, и что над нами, бьют хвостами киты и кислорода, не хватит на двоих, я лежу в темноте. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание, я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыханье. Но слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание, я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыханье, и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Лично я вижу красные крылья. Лично я вижу красные крылья. Ты снимаешь ветеранье платье, стоя лицом к стене, И я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа пела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Я не спрашиваю, сколько у тебя денег, не спрашиваю, сколько мужей. Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей. И если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, Мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Спасибо Сигитасу за это прекрасное солнышко на картине. Спасибо. Спасибо тебе, детей ноября. Я отвечу на оставшиеся вопросы. Ну вот тот вопрос, на который я затруднился ответить, он звучит так. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, что-нибудь о песне Утрополины. Почему сонные глаза ждут того, кто войдет и зажгет в них свет? Мне кажется, что появление солнца в нашей вечерней ноябрьской жизни – это приблизительно то же самое ожидание, которое преследует героиню этой песни. Я в общих чертах говорю, потому что в целом для меня это такой образ спящего ожидания. И в общем, в последнее время как-то очень часто в атмосфере нашей жизни возникает желание пробуждения. Я считаю, пусть будет эта песня символом человеческого пробуждения. Ну вот это, я считаю, каверзный вопрос. Я, конечно, мог бы его избежать, но я коротко отвечу. Написано, что вы интересный мужчина. Могли бы добиться в жизни многого и без музыки. Зачем вам она? Я вам могу… Спасибо. Спасибо, что вы оценили этот юмор. Я вам могу сказать, что лет 30 тому назад я приблизительно так и представлял себе картину. Я заканчивал архитектурный институт и не помышлял становиться музыкантом и совсем не предполагал, что будут вот такие вот подобные сольные выступления мои, которые, в общем-то, несут на себе большую ответственность, я бы сказал, для исполнителя. Но, тем не менее, видите, я здесь. Поэтому я это все воспринимаю как мое призвание. А призвание – это что такое? Это призвали тебя в армию, ты пошел служить. Вот призвали тебя на сцену, ты идешь служить. Другое дело, чему ты служишь, и к чему ты обращаешься, и к чему ты призываешь людей. И вот, например, у Сигитоса совершенно очевидное призвание, неоспоримое. Вот достаточно посмотреть, да, несколько минут, как работает человек, насколько самоотверженно и увлеченность, какой любовью он это делает. И ты понимаешь, что да, вот человека призвали, и он с радостью пошел, так сказать, в ряды мастеров художественного фронта. Правильно я говорю, Сигитос? Вот есть люди, которые благодаря тому, что я из архитекторов переквалифицировался в музыканта, стали медиками. Понимаете, какие метаморфозы? То есть вот я не предполагал такой записки, и я могу сказать, что вполне возможно, что тот человек, который написал эту записку, каким-то образом привел другого человека к тому, что он стал, например, художником, или писателем, или юристом, или плотником. Понимаете, это настолько все взаимосвязано, это как единый организм человеческий, и мы все развиваемся по законам гармонии, и никуда от этого не деться. И, в общем, трудно закрывать на это глаза. Так, ну это уже... Есть очень, как сказать, камерные вопросы, касающиеся семейной жизни, поэтому вы мне позвольте, пожалуйста, на них не отвечать. Этот концерт единственный в Прибалтике. Почему вы выбрали именно Вильнюс? Вот прекрасный вопрос для того, чтобы вот закончить, как бы, эту часть с записками. Мне кажется, что это произошло каким-то образом по наитию, и случайным образом, или не случайным, или закономерным. Очень многие вещи совпали. И получилось именно в Вильнюсе. Во-первых, Сигита, с которым мы познакомились, это было в Вильнюсе, и, конечно, такая идея могла родиться, в первую очередь, именно здесь. Конечно, мы лелеем надежду на то, что мы сможем что-то подобное преподнести, в первую очередь, Санкт-Петербургу, потом еще, может быть, в каких-то городах. Может быть, это разовьется немножко в каких-то других формах, может быть, мы еще кого-то добавим, может, у нас балет появится на сцене. Вот, но то, что это здесь произошло, это вполне закономерно. Мы очень любим город Вильнюс, мы с семьей приезжаем, с детьми, и вот мы вот в один из таких дней попали к Сигитасу в мастерскую. И после этого, мне кажется, это было просто неизбежно, вот просто неизбежно, это было дело времени. И вот благодаря усилиям Марка, который организовал весь этот вечер, и благодаря нашим совместным желаниям пойти навстречу, вот как-то объединиться, сделать что-то такое доброе, такое бескорыстное, такое, я бы сказал, животрепещущее такое. Мне кажется, что нам в жизни очень не хватает какого-то душевного трепета, мы очень стесняемся каких-то естественных проявлений, вещей, просто неотвратимых, на которых зиждется вся человеческая жизнь, вся человеческая деятельность, ради чего вообще мы пришли в этот мир, и ради чего мы здесь живем, какая у нас целенаправленность и к чему мы идем. Вот, поэтому мы вот постепенно через Вильнюс идем правильной дорогой, как мне кажется, в небеса обетованные. Спасибо. Я пытался уйти от любви, Я брал острую бритву и правил себя, Я укрылся в подвале, я резал Кожаные ремни, Стянувшие слабую грудь. Субтитры создавал DimaTorzok В комнате с белым потолком С правом на надежду, В комнате с видом на огни, С верою в любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Когда умолкнут все песни, Которых я не знаю, В терпком воздухе крикнет Последний мой бумажный пароход. Гуд бай, Америка, о, где не был никогда. Прощай навсегда, возьми банджос, играй мне на прощанье. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Мне стали слишком малы Твои тертые джинсы Нас так долго учили Любить твои запретные плоды Гудбай Америка, ой Где я не буду никогда Услышу ли песню Которую запомню навсегда Дай, 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 дай Спасибо Всего вам самого доброго Спасибо Веры, надежды, любви Здравствуйте, дорогие друзья Я так радостно и волнительно Сегодня Простите Даже вот голос пропал На самом деле ощущение удивительное Как будто бы мы все как-то сблизились за этот вечер Вот вы пришли к нам в гости И вот не хватает, наверное, только чая С радостью бы сейчас всем вот налила бы чаю И мы бы еще чайку бы попили Я хочу сказать, что пока мы любим Пока мы видим красоту В своей душе и в глазах близких нам людей Родных и любимых наших детей Мы живем Я приручу тебя, терновник Я приручу тебя, терновник Я не палатин, не любовник Позволь, я приручу тебя Я научу тебя, терновник Не жалить любящие пальцы Не ранить преданные руки А сердце доброе принять Но если ты понять не в силах Я не смогу спасти тебя Мне жаль души твоей, терновник Я не смогу спасти тебя Твоя душа, как плотный кокон Твоя душа, как плотный кокон Твоя душа, как плотный кокон Закрыты двери, нет ключа Любовь моя, тот ключ заветный Любовь моя, тот ключ заветный Любовь моя, тот ключ заветный Она светла и горяча Я призову все настоящее Все доброе и драгоценное Я призову все настоящее И не клад души твоей спасу Спасибо большое Спасибо огромное Скромный подарок Сегидасу Нашему дорогому другу Мы счастливы, что живем в одно время С таким великим человеком, ей-богу Спасибо тебе, дорогой наш друг Спасибо, всего доброго Да здравствует Вильнюс, ура! Спасибо, 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 спасибо Продолжение следует...